Девушки отдыхают Девушки отдыхают Среди наших зрителей люди, а наверняка их немало, кто помнит кризисы прошлых лет. Пожалуйста, поделитесь опытом выживания. Ждем ваше честное мнение по телефону 379-6570, код города 343. Пишите нам вконтакте, на фейсбуке, на форуме телеканала «Союз». А к чему разговоры о кризисе? Кроме как по телевизору или в социальных сетях больше о кризисе нигде? На самом деле, если брать социальные сети, то на страничках людей православных, как просто моих друзей, так и друзей, которые известны широкой аудитории, нет-нет, да появляются тексты, размышления об этом. И я думаю, что наши зрители, да нет, по-разному пишут. Вот, например, Юлия Данилова, это главный редактор портала «Милосердие.ру» написала сегодня следующее. «Я однажды в юности, еще перестроечной, поймала себя на том, что в продуктовом покупаю по привычке всего по два. Хотя не особо было нужно. Дело было в сытой тогда по сравнению с Москвой, Эстонией. И тогда я зареклась большими буквами не делать так, не запасать. Будет день, будет пища. Пока не война, слава богу». Вот, собственно говоря, и это не единственное напоминание о том, что какие-то экономические катаклизмы в стране происходят, и вот как люди православные это переживают. Это же очень интересно. У нас иногда зрители такие мудрые вещи тут вот выдают или истории рассказывают, которые могут очень многих людей, которым сейчас тревожно, неспокойно на душе успокоить и нам самим тоже помочь. Так что, вот, собственно, и цель. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Как вас зовут, чем успокоите? Меня зовут Елена, я звоню из Великого Новгорода. У меня такое отношение к ревису, ну, последнее, когда в 2008 году был и сейчас, я верю Путину, ничего не закупаю. Я и тогда ничего не закупала. Ну, так выживалась. Действительно, он говорил, что все будет хорошо и все нормально. И сейчас точно так же верю. Ясно. Хорошо, спасибо вам большое, Елена, за звонок. Ну, вот, собственно, все спокойно, все хорошо. Слово, мне все познается в сравнении. Вот на юго-востоке Украины кризис. И, мало того, есть духовные причины этого кризиса. То есть, народ настолько отрешился от веры, настолько была масса равнодушных, что не могло не произойти какой-то беды. И вот это чувствуется. По сравнению с тем, что происходит там, в России, ну, право слова, ну, какие-то... Мелкие неприятные. Какие-то проблемы крупного бизнеса, я бы сказал так. Вот простой народ вряд ли отметит это, если, конечно, не будет нагнетания, если все не будут говорить. Вот кризис, смотри, кризис, вот еще кризис. А вот смотри, как... А вот еще кризиснее стало. Ну, да. Здравствуйте. Пожалуйста, говорите. Вы в эфире, мы слушаем вас. Дело в том, что я с города Екатеринбурга учитель на пенсии. Как вы понимаете, что бывших учителей не бывает. А ваше имя и отчество скажите, пожалуйста. Да? Ваше имя и отчество скажите, пожалуйста. Полунина Наталья Ивановна. Наталья Ивановна, очень приятно. Слушаем вас. Ваше имя и отчество. Я очень прошу, дорогие наши все граждане, мы переживем это все. Спасибо вам огромное за эту уверенность и веру, которую вы вселяете и в других людей. Не зря, преподаватель. На самом деле, вот если говорить про духовные причины, я считаю, что их две. Первое – это аборты, потому что не может быть счастлива страна, которая убивает собственных детей. И разрешает это законодательно. Никакого счастья на земле, залитой кровью младенцев, быть не может. И эти кризисы нас будут посещать и посещать, пока мы добровольно это не пресечем. Ну, а кто уж совсем не понимает, государство должно объяснить, что нельзя убивать младенцев. Это раз. А второе – мы очень уверенно сейчас превращались в общество потребления. То есть, когда идешь в магазин, это шоппинг. Ты пошел не за тем, чтобы купить еды, приготовить, поесть самому, накормить семью. Но, а это вот уже начинаются всякие изыски, изысков станет меньше. Или вообще не станет, а станется самое необходимое. Тоже неплохо для духовной жизни. Неплохо. Так что, вот. У нас снова звонок. Алло, здравствуйте, вы в эфире. Добрый вечер. Ой, Евгений Александрович нас посетил. Здравствуйте. Евгений Александрович, здравствуйте. Ну, что вам сказать. Радужное настроение, конечно, можно. В эйфории всеобщей. Но факт то, что мы все это почувствуем не сейчас, а где-то с марта, с апреля месяца, мы четко почувствуем, что это такое. Потому что у нас проблема сейчас, знаете, в чем? Особенно пенсионеры и прочих людей. Тарифы на газ и на электроэнергию, это сумасшедшие. В той же пресловутой Америке тарифы намного ниже, чем у нас. Хотя доходы выше. А вы знаете, сколько господин Миллер получает? 4 миллиона в день. Нам таких денег и не снилось. Вот откуда все проблемы. Евгений Александрович, зачем нам будут сниться чужие деньги? Вы скажите, вот как готовитесь пережить? Как может быть в государственном предприятии такая зарплата? Как это можно работать? 24 часа в сутки не хватит, чтобы такие деньги зарабатывать. Ну, где вы видели такие зарплаты 4 миллиона в день? Евгений Александрович, но вас беспокоит то, что вот грядет? Или вы все-таки спокойны и уверены? 20 минут. Зачем тарифы поднимать каждый раз на газ? Неужели денег не хватает там этим ребятам? Ну, понятно, да. Ну, будем держаться. Будем друг за друга молиться и держаться, и помогать, кто чем может. Ну, вот это же и есть вся проблема у нас. Так это у нас способы выживания такие. Мы вот почитали, знаете, то, что нам зрители пишут на форуме, ВКонтакте, на Фейсбуке. Наш народ ничем не возьмешь. Просто ничем. Потому что вот есть наш замечательный зритель Евгений из Воронежа, постоянный наш участник обсуждений, Викторин, когда у нас таковые были. Вот он пишет, паники нет и не такое проходили. Кризис носит исключительно политико-экономическую причину. При панике борьба одна, уединиться и молиться сразу мир в душе. Ну, что я вас учу? Вы без меня все знаете. Спустя полгода я нашел на клавиатуре букву ЙО, а вы о каких-то кризисах. Женя, я вас поздравляю. То есть вам теперь стало интереснее печатать. Дарья пишет нам на форуме. Кризис в головах прежде всего. Скупать все вышеперечисленное я считаю нелепостью. Со стороны выглядит это очень глупо. Бежать, очертя голову, в магазины, лишь бы скупить все пока дешевле, чем будет. Кстати, это вид такого искусственного нагнетания ажиотажа. Когда говорят, что какого-то товара не будет хватать, его скупают, его действительно не хватает. И все побежали за гречкой. Да, действительно нужно по уму. Паники никакой вообще не ощущаю. Потому что о кризисе услышала только в соцсети, потому что новости не смотрю вообще. Духовные причины появятся, если придавать таким вещам чрезмерное значение. А пока это всего лишь ожидаемый результат той холодной войны, наличие которой глупо отрицать. А тот, кто наводит панику, тот как бы просто пытается вернуться в прошлое и пощекотать нервишки воспоминаниями о дефиците и очередях. Но придется потерпеть трудности, а когда в нашей стране их не было. Нашему народу очень полезны встряски, на мой взгляд. Чтобы помнили, что все тлен и все по воле Божией. Спасибо, Дарья. У нас звонок в студии. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Валентина Александровна, Санкт-Петербургская область. Как выживать будете? Выживать, но с Божьей помощью. Уже писали о том в Фейсбуке и ВКонтакте, что выживать с Божьей помощью буду. Просто я хочу сказать несколько слов о том, что когда был кризис 2008 года и сейчас, покупала и покупаю. Тогда по благословению Батюшки, покупаю, потому что есть возможность потом все это носить в храмы. То есть не бояться того, что происходит, а просто помогать, потому что по уставу церкви мы обязаны помогать священникам. Так что будет из чего? А выживать с Божьей помощью. Спасибо. Я вас поздравляю с наступающим праздником, святителя Николая Чудотворца. Из всех храни Господь на многое блага и лето. Спасибо, Валентина Александровна. Вот хорошее мнение прозвучало. Можно скупить с тем, чтобы потом в храм отнести для нуждающихся. Вот, кстати, Николай Кирхеев, которого мы поздравляем с Днем Ангела, пишет. Мне кажется, духовные причины есть всегда. Политики и экономисты тоже люди. Так немного, чуть-чуть одолевает паника. Приходит к мысли закупить продукты. Слава Богу, мешает отсутствие наличности. Даже пробовал обменять через интернет-банк 2 евро. Потом решил, что 2 евро – это смешная сумма. Через 5 минут обменял обратно. Подарил Сбербанку 28 рублей. А положительный момент. Все-таки есть дома стали меньше мне варить гречневую кашу. А варили ее по причине того, что ее быстрее всего готовят. То есть Николай, по-моему, если я правильно помню, единственный в семье постится, поэтому его регулярно в пост кормили только гречневую кашу. А сейчас, видимо, разнообразие появится. Снова звонок. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Это Лидия Ивановна из Московской области, город Электросталь. Ну что, кризис? Мы уже не первый кризис переживали, да? Мы с мужем и в тот кризис ничего не покупали, и в этот кризис ничего не собираемся покупать. Вы меня слышите? Да. Да, Лидия Ивановна, слушаем. Ну что, это все происки Запада Америки. Но мы надеемся на Путина, на нашего замечательного патриарха. Страна у нас большая. Все будет развиваться, мы надеемся, да? Уже все заведено. И поэтому, ну, ничего не покупаем. Надеемся на Божью помощь, на помощь Путина и нашего патриарха. И всем помоги нам, Господь, выжить. Спасибо, спасибо, Лидия Ивановна. Вот можно я вот встряну, не утерплю и откорректирую. Друзья, давайте мы на Бога будем надеяться. Вот на Бога и на Него единственного. Потому что не надейтесь на князя, на сына человеческие, в них же нет спасения. И все-таки Господь первоисточник благ и первоисточник помощи в любом кризисе. При всем уважении к названным личностям. Так, Татьяна Викторовна пишет нам на форуме. Здравствуйте, дорогие. В моей жизни не раз были пущены слухи о предстоящем подорожании. В основном в преддверии Нового года. Ну вот опять, да, конечно. В выигрыше оставались только продавцы, потиравшие руки в предвкушении распродажи залежалых товаров по вздутым ценам. Закупать что-либо нет смысла, на всю жизнь не купишь, а деньги потратишь на то, что полгода лежать будет. Опомнитесь, наберете в этой крупы и через месяц выброситесь за ползающей в ней живности. Вот так. Помню, в 90-е годы, когда денег практически не было и продукты по распискам давали, я дочке при Вереде в отношении еды сказала, что есть нужно все, что я даю, а вкусненько мне мечтать. Дочь спросила, а что мы будем есть, когда все съедим? И я машинально Динку съедим. Рядом лежащая собачка Динка так затряслась и слезы из глаз поняла, бедная. Пришлось собаку нацеловывать и успокаивать. А дочку как подменили. Самый вкусный кусочек собаки, случайную конфетку на три части делили. Да, собаке, маме и себе. Татьяна Викторовна, спасибо. Как всегда, очень интересно ваши комментарии читать. У нас звонок. Здравствуйте. Пожалуйста, говорите. Вы в эфире. Алло. Алло. Друзья. Здравствуйте. Здравствуйте. Как ваше имя, отчество? Откуда вы звоните нам? Я, Любовь Васильевна. Это город Междуреченск. Слушаем, Любовь Васильевна. Так. Ну, я хотела сказать, что я, например, на Путина и на кого-то на другого не надеюсь вообще. Я надеюсь единственное на своего Христа. Он для меня и президент, и Бог. И поэтому, молюсь только ему, хотя у нас и зарплату задерживают там на 3-4 месяца, все равно голодными мы не остаемся. Ни я, ни семья. Приготовила, пришла с работы, отработала. Приготовила просто овощной борщ и такой вкусный. И поэтому, я считаю, ни к чему и запасаться. Как Бог даст. Ей бы войны не было, вот как на Украине. Я вот так считаю. Другие, похоже, нас живут. А у нас, я считаю, еще все пока в достатке. Спасибо, Лидия Васильевна. А будем запасаться, то вообще ничего не будет. Спасибо, Лидия Васильевна. Дай Бог помощи вам, вашей семье. Всем вам, наши дорогие зрители. Продержимся, правда ведь, общими молитвами и взаимопомощью. Да, давайте не паниковать. Ну что, коллега, прощаемся. Да, прощаемся. Ну, заходите к нам на страничке обсуждения. Есть очень много интересных мыслей от наших зрителей. На сегодня у нас программа подходит к концу. Стихотворение. Все мы близкие, все мы чьи-то. Кто-то любит нас, кто-то ждет. И то ласково, то сердито помогает идти вперед. И давно бы земля истлела, все бы прахом давно пошло. Если б нас на земле не грело человеческое тепло. Спасибо Евгению Никольну за это стихотворение. Спасибо всем за участие в программе. С вами были Лев Бахолвин. Светлана Владимировна. Программа «Честное мнение» даст Бог завтра. Увидимся и с праздником святителя Николая Чудотворца. С праздником. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok